Давайте попищем немножко. Писк из того времени. Советская игрушка долгое время оставалась предметом роскоши, малодоступным для тех, кому она предназначалась. Исключение, пожалуй, игрушка из резины, но и та не отличалась долговечностью и быстро выходила из строя. Сначала никаких специализированных фабрик не было, производство велось на обычных, как товар сопутствующий. Были игрушки промышленные, которые изготавливались при каких-то фабриках. Например, вот такая вот замечательная мясорубочка, которая, видите, она практически настоящая. То есть ее делали на обычной фабрике в цехе детской игрушки. Далее, посмотрите, вот такую игрушку. Ее изготавливали тоже так же, как обычную взрослую подольскую машинку. Она абсолютно пригружена для того, чтобы на ней сшить. То есть ребенок мог сшить на ней обычный шов. Вплоть до 60-х фабричные куклы в основном из телелоида. Революция в игрушечной сфере приходится на 60-е с запуском в производство пластмассы. Тогда ценник демократизируется. В каждом крупном, а иногда и не очень, в городе появляется своя фабрика игрушки. Игрушка нашей краснокамской фабрики. Данные игрушки, как правило, существовали при бумкомбинатах, при тех комбинатах, где обрабатывалось дерево. И были материалы для производства данной игрушки. Эта игрушка производилась до 80-х годов. У нас представлен экземпляр 30-х годов. И далее вы видите экземпляр 80-го года, тоже выпущенный на краснокамской фабрике. При всем уважении к советской игрушке, очень долго она не отличалась оригинальностью. Пока в дело не вмешалось искусство телевизионное. В 70-х годах в кукольную индустрию победным шагом ходят герои мультипликационных фильмов и не покидают эту сферу уже никогда. Ну, конечно, какой ребенок устоит перед обаянием очаровательного незнайки или другом всех детей, кракозилом Гены. Каждому хотелось, чтобы любимый персонаж жил у него в квартире. Игрушка уже не роскошь, но к ней продолжают относиться с придыханием. И покупают в основном по особому случаю, на день рождения и праздники. Все-таки хорошая игрушка, надо сказать, стоила приличных денег. Конечно, например, автомат для мальчиков, вожделенный, который стрелял, и были искры из него, и он трещал, стоил 9 рублей 20 копеек. Это довольно солидная сумма была для того времени. Семья могла 2-3 недели жить на эти деньги. Вот такая кукла замечательная стоила 13 рублей. Давайте посмотрим на нее. Она не только поворачивала голову и ходила сама, говорила, мама, глазки ее открывать. Сама ходила, может, ее передвигать. Да, вот таким вот образом. Видите, вот она. Ух ты. То есть это советское производство? Это советское производство, абсолютно верно. Но это шикарная, шикарная. Фабрика весна. Куклы чинились, плюшевые мишки подшивались, машинки ремонтировались. Игрушки берегли и передавали по наследству. Наше отечество, хоть и стремилось к стабильности, но не всегда его достигало. Когда эти фломастеры заканчивались, хоть шли мамины духи, и об этом одеколон папин, да, и пипеточкой закапывая продлевали жизнь фломастерам. В Закамской галерее куклы выставка продлится до конца ноября. Так что время для того, чтобы познакомиться с советской игрушкой «Тет-а-тет» еще есть. А заодно выяснить ее особое обаяние, миф или реальность. Полина Рифа, Владислав Рашидов, ВЕТТ-24.